Адуванчик, именуемый на латыни тараксаком, по сути является сорняком. Это многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных, тем не менее. Весьма почитается многими ценителями и культивируется как садово-огородное во множестве стран. Адуванчик распространен повсеместно, за исключением разве что Арктики. Во многих странах, например, Франции, Голландии и Японии их выращивают как ценную садовую культуру. Применение Адуванчика не только в качестве лекарственного растения, его также активно используют в косметологии и кулинарии. Химический состав и полезные свойства. Листья и корни Адуванчика содержат множество необходимых организму микроэлементов. Медь, марганец, хром, кобальт, фосфор, бор. В состав некоторых видов входит рекордное для растений количество аскорбиновой кислоты от 300 до 650. Миллиграмм. Цветы Адуванчика полезны богатым содержанием следующих веществ. Каротиноиды. Тритерпеновые спирты, витамины группы В, инулин, жирное масло, лютеин. Препараты из Адуванчика обладают желчегонным, очищающим и кроветворным действием. Имеют успокаивающий и легкий седативный эффект. Снижают количество сахара в крови и регулируют выделение инсулина. Поджаренные корни часто сравнивают с кофе. Имеют приятный вкус, бодрят, повышают тонус. Нормализуют углеводный и солевой обмен, улучшают пищеварение. Сок Адуванчика богат калием, и его часто используют как мягкое калие-изберегающее мочегонное средство. Применение. Полезные свойства Адуванчика находят применение в традиционной медицине. По ее рекомендации полезно употреблять отвары и настой корня в качестве горечи для возбуждения аппетита. И улучшение деятельности пищеварения. Применение Адуванчика в косметологии связано с его млечным соком. Соком из стебля. Он помогает осветлить веснушки, отбелить кожу, убрать излишнюю пигментацию. В кулинарии используют молодые листья Адуванчика, их добавляют в салаты. Зеленые супы и холодные закуски. Из цветков часто делают варенье, компоты и джемы, а иногда даже вино.